Привет, друзья! Мы сейчас находимся с вами в парке, который находится около склонов Cheyenne Mountain. Это на юге Colorado Springs. Парк не бесплатный, нужно платить 9 долларов за посещение. Но здесь рай для тех, кто любит приезжать сюда со своими кемперами, с палатками. И сейчас мы проходим через серию таких кемпсайтов, где можно поставить палатку со всеми удобствами. Чем знаменит сама гора Cheyenne Mountain? Тем, что в ней находится управление аэровоздушными силами США. Называется NORAD. И находится она прямо в середине горы. Чтобы туда попасть, нужно специальный пропуск, раз туда так не пустят. И там прямо такие штольни пробитые, где находились когда-то секретные вещи. Ну и наверняка сейчас находятся. Говорят, что именно там находилась та самая знаменитая красная кнопка страшная. Но сейчас никто не знает, что там. Похоже, что она уже потеряла необходимость вот в такой секретности это место. Но тем не менее, вот этот парк очень красиво расположен прямо над Colorado Springs. И сейчас мы с вами пройдемся по этому парку и посмотрим, как можно удобно приезжать сюда с палаткой. И не надо, в общем-то, много сильно беспокоиться об удобствах. А это та самая гора, в которой находятся штольни. И там находилось, во всяком случае, управление аэровоздушными силами. Для моих друзей, которые живут в Colorado Springs или вообще в Америке, вот такого типа путешествия, это ничего необычного. Все прекрасно все знают. Но сегодняшний мой рассказ для тех, кто живет в других странах. И я хотела бы вам рассказать о том, как мы тут можем путешествовать по кемпингам. И что такое кемпинг вообще в Америке. Ну, вообще такое слово кемп по-английски обозначает способ путешествия, где вы живете не в гостиницах, а живете в палатках или в каких-то передвижных домах. И чаще всего вот такие передвижные дома очень дорогие, но вполне, в общем-то, многим доступные здесь, несмотря на дороговизну. И особенно люди, которые уже вышли на пенсию, у которых есть время и деньги, они вот в такую машину, в такой кемпер, так называемый, садятся и начинают путешествовать, колесить по всей стране. Они останавливаются в одном месте, потом поживут немножко, поезжают в другой парк, в третий, в десятый там и так далее. И таким образом можно попутешествовать по всей стране, и при этом не теряя комфорта собственного дома. А сейчас, дорогие друзья, я хочу вам показать очень интересную площадку, вообще место для того, чтобы устанавливать палатки. В этом парке, пожалуйста, можно приезжать со своими машинами, можно приходить со своей палаткой, вот на таком вот месте, ровненькая, хорошая, сухая площадочка, такая даже приподнятая, я бы сказала. Вот со специальными такими крючками, смотрите, видите, такие вот железные петли. Вот по краям находятся эти петли, куда можно привязать свою палатку, не надо никаких колышков, ничего. Вот мой муж стоит, скат, мамашенька, ручкой. With your hand! Вот, молодец. А за ним, вот там сзади коричневый такой стоит мусорник специальный, в который нужно складывать продукты, то есть остатки продуктов, вообще весь свой мусор. Но почему он должен закрываться? Потому что здесь ходят медведи, и медведи очень хорошо это все умеют взламывать. Ну вот, если спуститься с такой вот ступенечки здесь вот приступочки, то попадайте на площадку перед палаткой, где специально сделана такая круглая штука, гриль, который можно топить дровами, который, опять же, ничего не надо здесь рубить, никакого топора. Все приспособлено, дрова покупаются в месте, где вы регистрируетесь. Ну и, соответственно, вот ваш обеденный столик. Здесь очень красиво, тихо, спокойно. Если нужно сходить, пардон, в туалет и помыться, и даже, может быть, душ принять, вот там вдали, вот такой домик стоит, в который можно пройтись и сделать все свои дела. Вот в предыдущем виде я неправильно сказала, что это мусорник. Это не мусорник, это, в общем, такой вот сейф для хранения вашей еды, когда вы находитесь на таком вот кемп-сайте. Видите, написано, что медведи не смогут сюда пробраться, не смогут открыть вот этот замок. Ну и если посмотреть, все очень здорово устроено. Вот ваша площадка для... Вот медведь пришел. Вот площадка для тента, вот ваша гостиная, так сказать, и кухня. И такие сайты забиваются по регистрации заранее, оплачиваются. Здесь есть вода, здесь есть туалет, и все, все, все. Все это оплачивается, и когда вы заплатили, вот здесь, на этих маленьких табличках, устанавливается ваше имя и срок пребывания. А вот вода, колонка, которая дает воду близлежащим сайтам. Вот еще один сайт, уже больше на таком открытом месте, не в лесу. Но опять тоже очень все удобно устроено. А вот место для таких специальных кемперов. Видите, большие, огромные такие грузовики, которые прицепляются к машинам. Очень популярны здесь, разных размеров бывает. Бывает просто практически палатка на колесах, такое совсем простое дело. Просто по размерам совсем легенькое. А бывают вот такие целые огромные автобусы, где находится спальня. Там много целую компанию можно разместить. И детей, там кухня, там туалет. И в общем все, что нужно для жизни. А вот здесь находится, видите, у них вода. И вот в этой вот коробочке находится подсоединение к электричеству. То есть здесь, в принципе, можно забить место себе и спокойно себе жить в таком кемпере, сколько хочешь. Ну, в смысле, за сколько оплатили. Оплатили. Сейчас еще самое начало апреля. И все эти площадки пока не заняты. А вот уже ближе к теплому сезону начнется заселение этих всех площадок. И здесь мест свободных не будет. А вот первый тип такого кемпера. Это практически прицеп огромный, который прицепляется к мощному грузовику. И после того, как люди приезжают на вот такой кемпсайт, они могут отсыпить этот грузовик и на грузовике ездить, посмотреть всякие достопримечательности, съездить в магазин и так далее. А домик стоит себе и ждет своих жильцов. Домик присоединен к электричеству и к канализации. В общем, все блага тут есть. И Wi-Fi. В общем, как в обычном доме можно хорошо жить. Потом переехать на другое место. А это другой тип. Автобус практически. У этого автобуса сзади обычно прицепляется прицепчик маленький. Автобус едет сам по себе, его никто не тащит. А зато сам автобус тащит на прицепе машинку. Чаще всего небольшую. И вот на этой небольшой машинке тоже по приезду на кемпсайт можно ее отделить от автобуса. И спокойно на ней можно путешествовать по близлежащим достопримечательностям. Я хотела еще обратить ваше внимание, что у этих всех передвижных автомобилей есть еще такая возможность расшириться, расширить свою гостиную. То есть она как крылышки открывается вправо и влево по бокам. И получается очень даже просторный вариант. К сожалению, не во всех парках разрешают жить с собаками и гулять с собаками. Но вот в этом парке разрешают. Правда, тропы, конечно, очень скромные для собак и людей. Их совсем немного. Ну, где-то, может быть, около 4 миль в общей сложности. А вообще парк огромный. И по нему можно ходить, если без собак, можно ходить там многие-многие мили. Можно ездить на лошадях, можно кататься на велосипедах. И здесь даже есть специальный полигон, где можно стрелять из лука. А вот это вот около машины, здесь около кемпера стоит такая красная сетка на ножке. Это люди играют в гольф с помощью дисков, которые летают. Летающие тарелки такие. Ну, как вы видите, что природа еще не проснулась. И эти маленькие деревца впереди, это маленькие дубки. А за ними высится громада Шаен Маунтин, горы Шаенов. И тропы, которые ведут нас обратно к кемпингу. Для путешественников выстроены подобные центры, которые имеют многие функции. Ну, в том числе клуба, например. Можно встретиться с друзьями там посидеть. А можно детям покататься с таких вот горок. Или, например, можно взять книжку в такой походной библиотеке. Положить свою, которая не нужна, уже прочитали. И взять новую. Давайте зайдем, посетим один из таких клубов. Посмотрим, что там внутри еще есть. Ну, например, здесь есть такие машины, в которых можно получить вкусняшки. Водичку вкусную. Ну, чтобы деньги можно разменять было. Вот такой автомат существует. Можно прийти туда помыться. Это душ. Очень даже приличный. Все очень чистенько. Душ, туалет. Вводим вам, пожалуйста, стиральные машины. Вместе со стиральными порошками и прочими делами. Если вам захочется просто посетить место для пикника. Если вы не живете там в трейлер в этот момент. Или в палатке. То это тоже можно. Здесь есть специальные столики. Где есть и гриль, и скамеечки, и столики. Прекрасные виды. Просто можно приехать на пикник. Есть у них еще и дома целые, огромные для пикников, для компаний. Можно забить себе и спокойно себе отметить день рождения, например, или юбилей какой-нибудь. Весной и летом в этом парке устраивают многочисленные походы для любителей природы. Где рассказывают о том, какие цветы тут цветут, какие растения растут, какие животные бывают. Из животных здесь водятся медведи, горные львы или пумы, кагуары, койоты. Так что с собаками надо очень осторожно идти и держать их на поводке, чтобы не стали они жертвой охоты. Вот таких вот милых существ. Ну а в общем парк огроменный. Вот вы посмотрите на эту карту. Там, где мы сегодня погуляли где-то около трех миль. Это вот тот правый верхний участок карты, где много всяких обозначений, дорожек и так далее. И вот представьте себе, сколько мы совсем немножко пошли из этого парка. Посмотрите, какой он огромный. То есть здесь действительно великолепное место для отдыха. И если вы живете в Colorado Springs, приезжайте погулять. Если вы не бывали в Colorado Springs, то приезжайте, мы будем рады вас видеть. Подписывайтесь на наш канал и путешествуйте с нами.